Это «Русский космос». Здравствуйте! На днях в Москве в Политехническом музее прошла конференция «Нанобиотехнологии в перспективных космических экспериментах». И сегодня у нас в гостях председатель Оргкомитета, старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерных технологий Айскалер МФТИ Илья Клобуков. Илья Дмитриевич, здравствуйте! День Донбасса. Илья Дмитриевич, вот вы называете программы в области космических биотехнологий перспективными, а цели конференции – амбициозными. Вот для вас, для тех, кто собрался на этой конференции, это очевидно, ну а для всех остальных пока невероятно. В их числе и те, в общем-то, от кого зависит продвижение и материализация вашей научной мысли. Их тоже нужно убедить в том, что это не только амбициозно, но и перспективно. Вот как вы считаете, вам это удалось? И вообще, какие аргументы нашлись у вас для тех, кто пока не в материале? Стоит сказать о цели конференции. Их две. Одну из них можно назвать долгосрочной. Это обеспечение долгосрочных пилотируемых миссий. Может быть, на Марс, может быть, дальше. Вторая цель, она гораздо более земная. Те достижения, которые могут быть разработаны в рамках данных экспериментов, данной программы, могут положительно отразиться на здоровье почти каждого человека на Земле. Если говорить о господдержке, да, мы получили поддержку от Минобразования и Науки. Это гарант на проведение данной конференции. Видимо, для них эта проблема очевидна. Осталось сделать очевидной для Российского космического агентства утвердить программы вот этих экспериментов. Насколько вообще перспективны такие исследования в космосе? Это очень перспективные исследования. Хотя бы стоит отметить то, что современная биотехнология, исследования в области генома, клеток, исследования в области гены, инженерии нуждаются в своей отработке в условиях невесомости, в условиях космоса. В последние 10, 20, 30 лет было сделано большое количество открытий. Очень интересных и важных. Самыми известными из них является геном человека. Расшифровка генома человека и манипуляции с ним. Мало геном расшифровать, надо еще и понять, что он означает и что с ним можно делать. Например, можно на его основе создавать так называемую генную терапию, когда меняется геном человека и таким образом либо компенсируется, либо нивелируются различные довольно редкие, зачастую смертельные заболевания. Гораздо менее известным является открытие стволовых клеток, трансдифференцировка, это индуцированные перипатентные клетки и возможность выращивания из них тканей или даже целых органов человека. Эти технологии, если их отработать в ближнем космосе, смогут сделать фундамент для долгосрочных экспедиций. И в случае, если даже это по каким-либо техническим причинам, это будет невозможно, безусловно, для здоровья каждого человека на Земле, это будет очень важно. Сегодня МКС — гигантская орбитальная лаборатория, а невесомость — научная среда и главное условие для проведения экспериментов. Модули станции — словно кабинеты Международного научно-исследовательского института. Под флагами разных стран космонавты проводят уникальные исследования, цель которых всегда едина — улучшить качество жизни на Земле. Я думаю, главная проблема любого космического эксперимента в том, что после исследования пройдет время, прежде чем люди поймут, что мы открыли, и скажут, ух ты, это действительно полезно. Весной прошлого года уникальный живой груз мухи-дрозофилы стартовал на корабле «Прогресс» как научный реквизит. Их отправляют на орбиту третий год. Насекомые преодолевают силу притяжения, а затем погибают. На Землю возвращается наврожденное орбитальное потомство. Кстати, я наблюдаю личинки в правом контейнере. Вот в этом контейнере. Впрочем, в левом тоже есть, но меньшее количество. Пробирка — единый скафандр для нескольких сотен мух. В лаборатории Института медико-биологических проблем есть даже центрифуга. В ней мухи прошли предполетную подготовку. Один раз мы так вот поместили в центрифугу мух и центрифугировали их в течение одного часа. Мы ожидали, что мушки погибнут, но переносимость личинных мух оказалась настолько велика, что после того, как мы их вынули из центрифуги, они наоборот были сверхактивны и даже выпрыгивали из пробирок, в которых они находились. Ольга Ларина уже три года изучает мух в лаборатории микробиологии, следит за популяцией, встречает и провожает насекомых на орбиту. Мы пытаемся выяснить, влияет ли космический полет на мутационный процесс. Дрозофилы вполне комфортно чувствовали себя на орбите МКС, в пределах пробирки. В свободное парение по станции мух не пускали. Однако это не помешало им размножаться. В невесомости сменилось несколько поколений. Это у нас мушки, вернувшиеся из космоса на стадии куколки. А уже на Земле они вылупились, и мы их отсадили в эту пробирку. Мухи и на Земле продолжают размножаться, хотя некоторые из них погибают. В смерти дрозофилы и заключается смысл космического эксперимента. Умирают мухи только с плохим генотипом. Космическая радиация делает насекомое мутантам, непригодным для земной жизни. Но важно другое. Клетки ДНК дрозофилы схожи с человеческими. Это значит, в скором будущем в лаборатории узнают, для кого невесомость безопасна, а кому надо оставаться на Земле. В итоге именно мухи дрозофилы могут реально повлиять на условия отбора космонавтов. Существует масса факторов и условий космического полета, которые еще неизвестны. То есть, для того, чтобы использовать эти технологии для долгосрочных миссий, их необходимо и нужно отрабатывать в условиях космоса. Мало создать технологий и вырастить органы на Земле. Нужно отработать эту технологию хотя бы на борту МКС. То же самое может касаться гены инженерии. Да, сейчас она сделала большой шаг вперед. Мы можем разводить нужные ферменты, белки, биотоплива, лекарства в условиях Земли. Но вынести вот эту всю фабрику, фармацевтическую, производственную, энергетическую на работу, посмотреть, как она будет себя вести там и насколько это возможно, это является задачей для таких экспериментов. И таких направлений огромная масса. Например, есть идея о том, что в условиях невесомости возможно будет, так называемая, безкаркасное выращивание органов. Если в настоящее время для того, чтобы вырастить какой-нибудь простейший орган человека, для его пересадки необходимо сначала вырастить белковый каркас, либо взять этот каркас от трупа и потом засадить его клетками, то в условиях невесомости возможно вырастить его из одной единственной клетки. У нас не будет нервитации, не будет перемешивания клеток. Таким образом, возможно, даже самый сложный орган, возможно, будет вырастить из одной клетки. Таких идей, экспериментов, которые могут в случае своего успеха провести какие-нибудь революционные движения в здоровье, в промышленности, вообще в индустрии и вообще в понимании того, что такое космос и зачем он нам, таких идей, экспериментов масса. То есть вы хотите полностью оживить космические технологии или все-таки пока частично? Максимально оживить. Пока это возможно в рамках современной науки и техники. Это очень сложно представить, что из микроорганизмов или живых тканей можно создавать какие-то космические технологии. Что означает этот принцип лайфлайк, словно живой? Да, принцип лайфлайк означает следующее. Всем нам привычны простые или сложные электронные устройства, приборы. Мы представляем себе, что это механические большие установки, это компьютеры, которые на основании программы, дисплеями и кнопками управляют всем этим процессом. А на самом деле очень многие такие технологии, будь то производственные или управляющие, можно закодировать внутри ДНК. И данную ДНК, произведя ее трансфекцию в клетку, и клетка начнет работать по той программе, которая была заложена. Примитивно, когда мы просто переставляем гены внутри клетки, добавляем их туда, в прозволенные места, это называется генная инженерия. Когда мы добавляем эти гены с умом, проектируя регуляторы на Вещалске, это называется синтетическая биология. Это то, что возможно сейчас. Если идти дальше и думать о том, чтобы создавать такие целые функциональные системы, как операционные системы, всю инфраструктуру, то да, возможно получить технологии, которые позволят сделать вот такую корабль космическим максимально живым. И тут важна следующее. Современная электроника, современные механические приборы легко ломаются. И они практически неремонтно пригодны в условиях отсутствия ресурсов. В то же время мы вокруг себя постоянно наблюдаем организмы, агрегаты, которые работают в течение тысячи миллионов лет, практически некоторые не меняясь. Меняется радиация, меняется теслотность, щелочность, меняется температура. Но тем не менее, такие организмы выживают и ведут себя очень хорошо. Они сохраняются, они выполняют свою функцию. Вот в этом проекте Living Aerospace одним из направлений использования микроорганизмов заявляется здоровье экипажа. Вот в числе прочего называется биоинженерия органов и тканей. Правильно ли я понимаю, что речь идет об эликсире молодости, о такой вечной жизни? На самом деле не совсем. То есть, если говорить о микроорганизмах и здоровье экипажа, то здесь важно понимать следующее. В желудке у человека живет множество колоний микроорганизмов, которые являются главными агентами в процессе пищеварения и играют до конца еще не изученную роль в здоровье человека. Такие организмы, произведенные синтетическим путем, могли бы играть роль таких фармацевтических комбинатов в желудке у человека, производя весь спектр лекарств, ферментов, необходимых ему массу гормонов, ферментов, использование которых играло бы роль в такой больнице внутри желудка человека. Биоинженерные органы – это немного другое направление. Это относительно новая дисциплина, которая появилась только с открытием стволовых клеток. В настоящее время возможно выращивать простые органы человека. Допустим, такие как трахея, пищевод, мочевой пузырь. Их можно выращивать из клеток человека, нанося их на специальный белковый каркас, после чего их возможна трансплантация на человека, то есть пересадка. В этом случае отпадает необходимость в донорских органах. Если удастся вырастить сложные органы, такие как печень и почки, то производство крови не составит никаких проблем. То есть заделы в данной области есть уже сейчас. И нужно еще несколько шагов до того, чтобы прийти к тому, чтобы установки производили нам кровь, которая бы вытекала из них, как из краника. Это вы нас сейчас приземляете. В принципе, вот с помощью таких микроорганизмов, да, можно создать такие условия, при которых в космос, в общем-то, может лететь и больной человек, да, и даже ребенок, и чувствовать там себя комфортно. Не совсем. Чтобы в космос полетел и больной человек, необходимо манипуляции с нечто другим. Простых изменений его микробиома никакой пользы не окажут. Нужна работа с геномом человека. Геном человека был расшифрован сравнительно недавно, всего 9 лет назад. Уже сейчас, возможно, частично его расшифровка. То есть можно заказать за 200 долларов анализ своего генома и получить, соответственно, список болезней, которыми есть большая вероятность заболеть. Список болезней, о которых можно никогда не беспокоиться. И множество других полезных данных, например, такие, как возможные привычки, пристрастия, предрасположенности к тем или иным видам спорта, интеллектуальной деятельности и прочее. Но пока это дорогостоящее. Это стоит 200 долларов. О, совсем немного. Можно себе позволить. За 1000 долларов можно получить полностью расшифрованный геном. За 200 долларов можно заказать в интернете пробирку, которая придет по почте, туда плюнуть, закупорить ее, отправить. И на почту потом приходит анализ, видя такой понятной каждому человеку формы. Список болезней, пристрастия и так далее и тому подобное. Это очень интересно. Это может использоваться для проведения отбора кандидатов в космонавты, для проведения как проведения отбора, так и другой процедуры, которая называется генная терапия. Генотерапия подразумевает модификацию генома человека добавлением туда определенных фрагментов ДНК, которые переразводят необходимый человеку фермент. В этом году в Европе была лицензирована первая такая терапия, которая встраивает один из генов в геном человека и таким образом происходит компенсация лечения одной из редких болезней. То есть это происходит уже сейчас. Но мы можем с геномом человека делать гораздо более интересные вещи. Например, существуют участки в геноме человека, которые отвечают за развитие болезней, за развитие патологии, в том числе рака. Если эти участки метилировать, то есть подсаживается метильная группа, и эти участки замолкают навсегда. И те риски, которые вам пришли в анализе компания, их может не быть никогда. используют такую терапию. Но можно сделать и обратный процесс. Можно заставить отдельные гены в геном человека. То есть ген может быть включен, он может быть выключен, он может работать активно, он может работать довольно плохо. Так вот, есть гены, которые проразводят белки, которые ремонтируют ДНК. Это актуально в условиях радиации, каких-нибудь стресс-воздействий, такие как температура, плохая окружающая среда и так далее. Мы можем заставить эти гены работать, проразводить их в так называемой сферах экспрессию. Допустим, группа генов ГАД-45 повышает продолжительность жизни у насекомых почти в два раза. Если это применение для человека, то есть заставить вот такие ремонтные белки проразводиться в большом количестве, исправлять поломки в ДНК, то возможно, что человек станет жить в космосе, по крайней мере, безболезненно для себя, а на Земле жить гораздо дольше. 1990 год. Уникальный эксперимент в космосе. Птицефабрика на станции «Мир». На орбите вылупился перепелёнок, первое высокоорганизованное существо, появившееся в невесомости. Новый космический житель массой всего в 6 граммов. За первым птенцом появился другой, третий. В космосе мало родиться, сложнее приспособиться к особым условиям. Но и эта задача, по мнению специалистов, решаема. Если создать в специальных клетках микрокравитацию, то вопрос питания космонавтов в дальних полётах можно считать закрытым. Яйца японского перепела, сами, если вот они их там есть и пить, эти яйца, они очень повышают иммунитет человека. Даже скорлупа эта, она очень полезная, её тоже можно употреблять в пищу именно для повышения иммунитета. Экзотические виды – тритоны, кубинские раки, гекконы и даже воронежские дараканы. Летали в основном на биологических спутниках «Фотон». Последний аппарат отправился на орбиту в 2007-м. За 12 дней учёные провели 26 научных экспериментов, 10 из которых – российские. Это как бы совместный такой проект. Учёные Европы проявляют к нему большой интерес. Потому что, в общем-то, вот такой вот уникальной, мы будем говорить, платформы микроэнергетационной, космической платформы, её нет нигде в мире, мы этим очень гордимся. Монгольские мыши-песчанки должны были ответить на вопрос, как долго в невесомости живой организм может обходиться без воды. Для этого подопытных мышей поместили в специальный герметичный контейнер, который оборудовали системой жизнеобеспечения. Для крызунов создали искусственный режим дня и ночи. В течение всего полёта у них был чистый воздух и свежий корм. Каждые сутки в клетку будет выбрасываться два таких брикета. Эти животные могут в течение месяца обходиться без воды, но при условии, что они потребляют влажный корм. Сегодня свой живой уголок есть практически у каждого экипажа МКС. Виноградные улитки, например, летали на всех биологических спутниках серии «Фотон». жили на орбитальной станции «Мир». Улитки – идеальные животные для медико-биологических исследований. На Земле они обладают уникальными способностями к регенерации и размножению. Это контейнер, в общем-то, полётный. За где-то 12-14 часов до запуска в этот контейнер мы кладём улиток. Вот они улитки. Улитки предварительно подготовлены, соперированы. У части улиток удалён небольшой участок раковины. У другой части глазные яблоки. У третьей – задняя часть ноги. Насколько я знаю, вот данный вид улиток, он может восстановить даже глаз себе. Мы этих улиток в руки не брали. Они были в контейнере специальном, сделанном для этого. И наша основная задача была правильно установить вот этот контейнер в станции, чтобы у них была температура комфортная, чтобы вентиляция там была, чтобы они живыми прилетели обратно. Пока на орбите экипажи проводят эксперименты с пауками и рыбками. Однако многие космонавты совсем не против, чтобы рядом с ними на борту МКС появился питомец. Не как подопытное животное, а как четвероногий друг. В вашей программе вы говорите о проектировании микробиома экипажа, да? Микробиом, да. В этом смысле нужны эксперименты в области синтетической биологии, в области генной инженерии, секвенирования геномов, микробиома человека, создания полезных и нужных бактерий. То, если мы говорим о регуляции генов и повышении стрессоустойчивости человека, то здесь нужны немного другие исследования. Может быть, можно говорить о специальной диете. А какой такой диете? Существует группа веществ природного превосхождения, такие как куракумин, резвератрол, которые повышают стрессоустойчивость. По крайней мере, у мышек дрозофил. Это работа российского ученого Алексея Маскалева, доктора наук из Республики Коми. Вещества животного происхождения, употребляемые в пищу такими мушками, продлевает их жизнь до 50 или даже 70%. То есть, просто мушка дрозофила вместо того, чтобы прожить 10 дней, начинает жить значительно дольше по ее меркам. А сейчас такие эксперименты проводятся на людях? На людях нет. Ну а почему? Желающих-то, в общем-то, нашлось бы, наверное, немало. Перед тем, как перейти на людей, нужно провести эти эксперименты на мышах, чтобы убедиться, что данный механизм на них работает. Но эксперименты на мышах довольно дороги. Нужен инструментарий, чтобы понять, работает ли это или нет. В настоящее время таких инструментов, которые могли бы анализировать, которые могли бы смотреть также и на биомаркеры здоровья человека, то есть определить, вот этот человек у нас больной, этот у нас здоровый. Вот мы ему стали давать вещества, ему стало лучше. Но это нам говорит не сам человек, а результаты всех его анализов. То есть, раньше у нас, у этого человека были анализы, грубо говоря, как у 40-летнего, после проведения некой терапии. Судя по всем показателям, вот у нас, как будто это 30-летний человек. Такого инструмента в то же время не создан. И вопрос его создания, это тоже вызов. Вызов времени? Вызов науки и техники. Илья Дмитриевич, а вы мне скажите, вообще у ученых есть такая уверенность, что управлять микроорганизмами проще, чем бездушным железом? Сейчас, безусловно, это сложно. Есть такая область науки, которая называется синтетическая биология. Она как раз изучает то, каким образом человек может на компьютере проектировать ДНК, геном живого существа, который можно затем синтезировать и произвести в эту трансфекцию клетку. Это отдельная область, которая с каждым годом дает все больше и больше хороших новостей. И да, в ближайшее время это будет возможно. По крайней мере, на бактериях, археях и дрожжах. Американцы год назад запустили программу «Столетний корабль» космический. Сейчас, уже год спустя, что известно об его достижении? Вообще, наши ученые насколько продвинулись в использовании биотехнологии в космосе? Американский проект имеет основную цель. Если мы создаем такой корабль, то ставимся целью создать такую систему, эти технологии, которые могли бы на ней применяться. У НАСА и у космического агентства с таким государственным подходом к развитию космической технологии никогда не хватит денег на его создание. Останавливается создание таких технологий, которые оцениваются, если не в сотни миллиардов, то в триллионы долларов. В то же время, возможно, подход к этой технологии в рамках такого краудсорсинга людьми, которые никогда ранее этим не занимались, может привести к успеху. Допустим, недавно они объявили конкурс на распознавание образов. И ту технологию, на которую бы они изначально потратили 15 миллионов долларов, была им сделана за 50 тысяч долларов. Этот подход американцам нравится, этот подход они применяют вот в этой программе. «Живой столетний корабль». Может быть, кто-то из тех, кто никогда не касался этих технологий, может сделать такое решающее исследование, решающее открытие и решающее достижение. У нас-то могут быть применимы такие программы? Да, у нас они могут быть применимы даже еще больше. Ну, нам в России не придется много думать об этичности. Американская наука очень тормозится боязнь американцев. А вот как же так, допустим, мы будем секенировать геном человека? То есть, как же там publicity, а как же частная жизнь, все такое? Из-за этого многие исследования иногда могут тормозиться. А вы считаете их опасения напрасны? Ну, это просто культура. Культура, логические аспекты, безусловно, у нас могут быть свои, но вот этот основной тормоз американской науки в области биотехнологий... То есть, у наших ученых руки, в общем-то, развязаны, да? В этом смысле, да. Хорошо. Но вот, судя по всему, да, что вы нам сегодня рассказали, вот этот новый космический корабль, да, живой космический корабль, он, в общем, может, по сути, даже пережить Землю, да? То есть, это и есть, наверное, наш новый ковчег, да? Получается так. Ну, не совсем. Только уже в космических масштабах, да? То есть, ну, здесь хотелось бы отметить следующее. То есть, сейчас срок жизни американских спутников на робите составляет где-то 15-20 лет. Российских 4-5. В этих условиях, даже если что-то будет нормальной работой в течение 100 лет, это будет существенный шаг вперед. О том, чтобы пережить Землю, наверное, это говорить, наверное, нельзя совсем. Но то, что эти технологии хотя бы в таких фантастических работах американских ученых рассматриваются как возможности для таких гипотетических технологий, как терраформование планет, это, да, вполне возможно. Данные технологии, разработанные, будучи разработанными для длительного пребывания человека в космосе, окажут не меньшее, а, может быть, и большее влияние на те, кто останется на Земле. Результат можно увидеть в ближайшие 30 лет. Это возможно. Если на это целенаправленно к этому идти, то можно увидеть. Илья Адмитриевич, большое спасибо за интервью. Очень убедительно, очень интересно. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерных технологий iSkLR, МФТИ, Илья Клобуков. Это была программа «Русский космос». Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова